Альфа состояние сознания Работы нашего мозга 8-12 герц Это период волны примерно 8-12 герц Не 12-25, как в предыдущем состоянии концентрации или хаоса А это так называемая рабочая концентрация Речь идет о чем? Независимо от того, будь то колхозник, который вышел с косой на лоб И вот он вошел в это состояние ресурсное И в этом состоянии он не тратит силы и энергии У него мышцы связаны, он может целый день косить Мы все их прекрасно знаем И каждый, наверное, есть деревня И каждый понимает, где человек более твой Или же, когда человек делает работу Но эту работу он делает с хорошим восприятием То есть он делает ее хорошо, ему нравится То есть на работу, как на праздник Это так называемое рабочее состояние сознания Концентрации альфа состояния сознания Но что происходит? В этот момент взгляд человека направляется вверх Примерно на 15-20 сантиметров И можно вспомнить, когда мы учились в школе Когда учительницы говорили Что ты сейчас детку в потолке протрешь И ты что ворот считаешь? Мозг ребенка автоматически включил систему восстановления От перегруза информации, которая происходила И в этот момент нахождение примерно И каждый из нас каждый день входит в это измененное состояние сознания Когда у нас просто взгляд в точку И кто-то тебя спрашивает О чем ты думаешь? Да ни о чем ты не думаешь Просто мозг перешел на энергосберегающий режим работы И та энергия, которая затрачивалась нашим мозгом Это теперь энергия начинает равномерно распределяться по телу И впервые это было показано 17 мая весны Как Штирлиц на 15-20 минут отключился Но нужно понимать Есть фазы быстрого сна Есть фазы короткого сна А есть некое просолнечное измененное состояние сознания Это сумерчное состояние сознания Состояние сознания между сном и явным Когда мы с утра только еще как бы глаза чуть пытаемся приоткрыть И до нас что-то доносится Ну как бы из внешнего мира Но мозг еще не включен в повседневный как бы ритм Или же когда мы начинаем засыпать Но засыпать мы мягко как бы проваливаемся И опять же наш в этот момент Мозг не решает какие-то проблемы Скажем, семейные, материальные И вот речь идет о том Чтобы научиться входить в это измененное состояние сознания Так называемое первичное Очень важно это альфа состояние сознания Вот это состояние рабочей концентрации В этом состоянии сознания Когда ты вошел И бывает когда ты увлечен каким-то делом Тебе кто-то говорит что-то со стороны Или же телевизор Или еще что-то Да тебе не раздражает ни звуки, ничего Ты настолько сконцентрирован Да, вот или как кошка там Да, вот она вроде бы тут спит, отдыхает Какие-то звуки там доносится Да, но в то же время Или же она показывает всем своим видом Что ничего на самом деле Вроде бы дремлет В этом состоянии она ловит мышь Или же настолько четко чувствует Да, в этот момент обостряются все То есть вся проблема в том Что проблема нашего излишнего сознательного Которая пытается контролировать Наше бессознательное Вот есть центральная нервная система Есть аналитический центр Наш мозг И вот наш мозг пытается до конца То есть есть сознание Есть подсознание Так вот сознание это некий аналитический фильтр Который пытается контролировать И вот вернуться к тому Что, скажем так, разница системы Восприятия информации Восточным европейским человеком Это тем, что у азиатов У японцев, у китайцев, у других У них даже методы боевой Психофизической подготовки Завязаны на образы На работу правого уровня А все там школа драконов Школа богомола Там различные другие Прочие-прочие пятьдесят В европейском же обучении Опять же, это с момента прихода христианства Совершенно другая методика обучения За счет восприятия левоаналитического Первоначально это школа фиртования Так как все было завязано на фиртовании Потом в дальнейшем Школа бокса и различные другие последствия То есть это методы аналитического Медленного, последовательного Запоминания, усвоения определенных упражнений И переход затем на долговременный Автоматизм безусловных рефлексов Но древнеславянские школы Или же то, что это было Когда считается вообще, что раньше Были знания очень едины Потому что люди жили в лесу Они охотились Они были один на один с природой И в зависимости от правильно считанного сигнала Сигнала направленного как на выживание Сигнала как удача, охоты В зависимости от того Определенные стихии природы Определенные преливы, отливы Определенные знаки, символы Которые были Люди это воспринимали И ими пользовались И до сих пор Определенные знаки, символы Юлии Продолжение следует...